Здравствуйте, меня зовут Мельников Дмитрий Владимирович, я заведующий отделением реконструктивной пластической хирургии клиники Ланцет. Я бы пару слов хотел сказать об отделении. Отделение у нас в определенной степени уникальное, потому что мы сочетаем в себе реконструктивный компонент, то есть мы делаем достаточно сложные операции, микрохирургические, различные локализации лицо, тело, головой шеи, конечности и эстетические операции в огромном объеме, все, что касается, опять же, лица, туловища, молочной железы, собственно, тела, контурной пластики. И я очень рад, что нам удалось соединить специалистов, которые обладают большой экспертизой именно в реконструктивной области, потому что эстетических хирургов очень-очень много, но когда речь заходит о лечении осложнений, о решении тех проблем, которые, перед которыми пасуют многие из докторов, пациенты могут найти помощь здесь. И это, ну там, предмет моей гордости и огромное спасибо нашему руководству Наталье Евгеньевне, которая позволила это создать здесь. В целом, когда мы говорим о ICG, ну, это такая достаточно прорывная технология, потому что она ответила на многие вопросы и решила многие проблемы в пластической реконструктивной хирургии, в том числе и в онкологии, например, которая всегда идет рука об руку с реконструктивными операциями, потому что если раньше для того, чтобы понять особенности кровоснабжения лоскута после мастектомии, нужно было ждать или прикладывать ножницы, оценивать капиллярную реакцию, то сейчас, в общем, достаточно центрально ввести индиционин зеленый, посветить камеры и понять, какие зоны выпадут, какие зоны нет. Соответственно, напрямую влияет на частоту послеоперационных осложнений. То же самое, довольно перспективная технология при реконструкции лоскутами, когда у вас есть вопросы, как кровоснабжаются зоны лоскута, причем разные, дип-лоскут, АЛТ-лоскут, неважно, там, лоскут широчайшей мышцы спины, вы можете ввести индиционин, вы можете посмотреть, как распределяется кровоснабжение, как по ангиосому происходит вот это вот течение и изучить особенности питания тканей, ну, что называется, ин-виво, на живом человеке. В лимфологии вообще, я считаю, как бы, ICG – это технология, без которой невозможен прогресс, и сейчас говорить о лечении лимфатических отеков, причем в любой локализации, как постмастектомических, так и первичных врожденных, невозможно без этой технологии, потому что мы банально не можем увидеть особенности и понять, как сосуды работают, и более того, мы не можем правильно стадировать лимфедему, что очень важно для того, чтобы четко понять, какой алгоритм лечения. А это та патология, в которой без диагностики и без четкого стадирования невозможно подобрать правильную операцию, либо, может быть, терапевтическое воздействие. То есть, грубо говоря, мы можем взять пациента, который мы сделаем пересадку лимфоузла, а по большому счету ей нужно было накладывать лимфовенозные анастомозы. И вот здесь технология ICG, ну, это, я не знаю, колеса этого автомобиля, без которой, собственно, машина никуда не поедет. И мы применяем его максимально активно, и считаем, что без этого, там, говорить о каком-то адекватном лечении данной категории пациентов просто невозможно. Мы выполняли операцию в рамках 11-го национального конгресса флопластической хирургии имени академика Миланова. Цель операции было наложение лимфовенозного сообщения на конечности пациентки после перенесенного лечения, комплексного лечения по поводу рака молочной железы, состояние, которое называется лимфодема. В нашем случае мы выполняли первый этап реабилитации пациентки с данной проблемой и как раз накладывали лимфовенозного стомоза. Для выполнения данного лечения ключом является использование красителя, который под воздействием определенного света дает свечение, что позволяет обнаружить нужный сосуд, который может спасти данную ситуацию. Сегодня мы конкретно использовали аппаратуру CarStorz с новой модификацией эндоскопической стойки. Название видео узла аэробина. Отличие его от аналогов, конечно же, это удобство использования, потому что его нет необходимости держать в руках, он фиксируется непосредственно стабильно к операционному столу, и мы можем спокойно наблюдать это, не отвлекаясь на какие-то дополнительные движения. Есть возможность использования данной камеры вместе с источником белого света, что позволяет нам избегать необходимости выключать постоянно свет и погружать пациента в темноту, для того, чтобы увидеть тот самый сосуд. Ну и качество, конечно, разрешения нам, в принципе, позволяет уже отказаться от использования микроскопа, а использовать непосредственно только эту стойку. Сегодня в основном мы использовали режимы наложения и использовали режим монохром, для того, чтобы прямо четко детализировать те структуры, которые нам нужны. Что достаточно было информативно для окружающих увидеть картинку непосредственно в белом свете и подсвечивание всех необходимых структур с помощью инфракрасного света. Продолжение следует...